Как поставить водяной знак на изображение. Открываем интересующее нас изображение. В данном случае рассказываю, как поставить водяной знак через программу ICD-C. У меня все изображения открываются по умолчанию в этой программе. Вот она ICD-C. И вот кнопка для того, чтобы поставить водяной знак. Если этой кнопки нет на панели, то ее не проблема вынести. Вот этот треугольничек отвечает за настройки. Добавить или удалить кнопки. Настройка панели инструментов. Выбрали настройку панели инструментов. Я знаю, что водяной знак, кнопка находится в категории изменить. Вот я ее выделила. Когда я ее выделила, то среди команд появились команды именно этой категории. Ползунком протаскиваю все команды. Нашла водяной знак, выделила его. Левой клавишей мышки удерживает. Ищу в любое место панели, где мне удобно, чтобы она находилась. Ну, поскольку у меня дубль кнопка, я ее обратно забрасываю. Все, закрыть. Кнопку мы себе сделали. Теперь мы нажимаем. И нам нужно выбрать, что будет вместо вот этого условного значка. Какой файл на компьютере будет у нас водяным знаком. Водяной знак, обзор. Нажимаем на обзор. И выбираем наш водяной знак. Значит, у меня здесь заготовлены варианты водяного знака для изображения размером 430 пикселей и для изображения 520. Я знаю, что вот это изображение этой собаки у меня размер 520 имеет. Значит, я выбираю водяной знак из этой папки. 4 варианта. Я, естественно, буду выбирать тот, который лучше смотрится для каждого конкретного изображения. Пробую вначале самый темный. Выбрала его. Вот он здесь появился. Я его перетащила, куда мне нужно. Он меня, предположим, устраивает. Но если он мне не устраивает, я опять нажимаю на кнопку обзор. Пробую другой, более светлый. Опять-таки перетаскиваю его. Вот этот мне нравится больше. Но если он мне не нравится, я опять-таки нажимаю на кнопку обзор и выбираю следующий, любой другой. Скажем, я решил остановиться на более темном. Возвращаю его на место. Если бы у нас не был фиксирован размер водяного знака для какого-то конкретного размера изображения, то мы бы поставили вот здесь галочку «Сохранять пропорции». Имеется в виду пропорции водяного знака. И могли бы регулировать его размер. Но нас устраивает тот размер, который выбран. Поэтому мы ничего не меняя, просто здесь его ставили. Нажимаем на «Применить». Появляется как будто бы второе. Второй водяной знак на самом деле он сохранен не будет. Просто программа думает, что мы хотим еще может поставить какой-то через кнопку обзор и так далее. Нажимаем на «Готово». Вот у нас остался только один водяной знак. И сохраняем изображение. Все, водяной знак у нас установлен. Играйте. Qi'н. После этого года попался. Продолжение следует...